всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео говорящая ослица или валаамова ослица как известно говорят но я назвал на значке говорящая ослица в ролике валаамова ослица говорит как я там болта вала маслица говори разговаривает как человек с человеком как человек этот ролик записан в рамках плейлиста который я думаю что я уже закончил это веган по библии все места но недавно господь мне положил на сердце напомнил это место я думаю слушать правда как удивительно место которым я запамятовал но вот сегодня исправляюсь его записываем это место про говорящую ослицу валаамова ослица кто-то может такое выражение слышал и записано она описанном в книге чисел так называемые книги моисея из пяти книжек моисея истор и это книга чисел 22 глава ну кратко начну чтоб все не зачитывать хотя в принципе мы с вами будем читать 21 стиха по какой там по 33 где-то да можно конечно сначала главы прочитать чтобы вам все это не пересказывать хотите быстро прочту на и может быть даже будет быстрее хотя нет я все-таки своими словами скажу да прочитать вы сами сможете кто хочет можете тролик на паузу поставить и прочитать 22 главу хотя бы с первого стиха и вам более-менее что тоже станет понятно хотя конечно я не знаю как люди все это воспринимают не знаю библии целиком да могу лишь анонсировать и дать отсылку к моему каналу христолю по чтению библии библии на и писание и там вся библия с моим в исполнении с моими комментарии прочтена да но смысл хоть чтобы хоть чуть-чуть понимали контекст когда израиль по главе с мысием в своей так называемой обетованной земле вырезали все народы вокруг себя один из народов мав был царь и вот тоже когда он там их не пропустил ну а не может шли в землю обетованную шли уже по ней там вся долгая история вот и с чередным царем произошел закусь да царь их не пускает и просит некоего валаама жреца языческого колдуна можно сказать такого до живущего там отшельником уединенно ну таким в общем да как по древности хотите мах колдун волшебник злой там да не злой вот он зовет его проклясть народ израиля израиль там уже всех вокруг успешно вырезает народа страшаться в частности этот мавицкий народ в главе со своим царем валаком и вот он просит этого жреца очень известного и ибо не уходит слава ну как вы знаете есть такие понятия как сглазить проклясть данные его там все это работает известный сильный колдун и он призывает ну благословить мавицкий народ на борьбу на бойню израильский народ проклясть то в лак нет проблем тем более в лама нет проблем с этим особенно когда платят денежку он кого хочешь проклянет да кого хочешь то что слово говорил-то порчу наведет да вот и он отправляется ну на картинке видите взять два путника там его слуги но и шел к нему приходила царь волак посылал к нему посольство как говорится людей которого просили это делать да и они там шли то впереди то сзади там по тексту начитать и я уж сам всего точно не помню поэтому кто хотите 22 главу хотя бы начните сначала прочитать на паузу две секунды поставьте никуда не хотите бегать я могу вам вот так вот показать 22 глава раз и вот тут концовочка можете с экрана прочитать если все видно я крупным не стал в этот раз делать чтобы картинки был видны и весь текст но мы с вами прочтем и вот этот некий валаам на колдун идет к моавицкому царю проклинать израильский народ валаам встал поутру оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавицкими вот к те которые приходили его просить это сделать и воспылал гнев божий за то что он пошел и стал ангел господний на дороге чтобы воспрепятствовать ему он ехал нас лица свои и с ним двое слух его он то есть мы как им все рассказал то есть где-то там эти мавицкий князья впереди или сзади плетутся впереди идут за ними идет в лам у нее двое слух да и увидели и увидела ослица ослица увидела ангела господня стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке и и своротило ослицу с дороги и пошла на поле авалаам стал бить ослицу чтобы возвратить ее на дорогу и стал ангел господень на узкой дороге между виноградниками ну куда она свернул ом第 то опять там стоит или она он ее как-то вернул бифы и и она опять там неважным пусть нам по тексту не совсем эти нюансы понятно и стал ангел господень на узкой дороге между виноградниками где с одной стороны стена и с другой стороны стена ну то есть какая-то узкая дорога где-то была вымощена такими камень камень по обе стороны по какой-то причине вот можете по моста там через речку что-то такое виноградники кругом и ангел господень встает что ему в принципе уже и ослиц некуда свернуть ему некуда естественно деться ослица увидев ангела господня снов прижалась к стене и прижала ногу валаамову к стене и он опять стал бить ее ангел господень опять перешел и стал в тесном месте где некуда своротить ни направо не налево ну то есть как бы наверное он встал она прижав его как-то протисалась вдоль стеночки вдоль этого ангела прямо и прижав ему ногу да ну обошла его то есть было все таки еще широкое место хоть и с двух сторон были стены но все-таки так скажем протиснуться где-то можно было ну я так вижу как видите здесь прямо не прямо идеально описано события я и ангел господень опять перешел и стал в тесном месте где некуда уже своротить ни направо не налево аслица увидев ангела господня легла под валаамом и воспылал гнев валаама и стал он бить ослицу палкою вот такая вот история и она имеет продолжение и отверст господь и я хочу внимание обратить и сейчас буду еще не раз обращать на это на тот диалог который мы с вами сейчас прочитаем и отверст господь уста ослицы и она сказала влааму что я тебе сделала что ты бьешь меня вот уже в третий раз влаам сказал ослицы за то что ты поругалась надо мною если бы у меня в руке был меч то я теперь же бы убил тебя а все же сказала влааму не я ли твоя с лица на которой ты ездил сначала до сего дня имела ли я привычку так поступать с тобою он сказал нет и открыл господь глаза влааму и увидел он ангела господня стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке и преклонился и пал на лицо свое и сказал ему ангел господень за что ты бил ослицу твою вот уже три раза я вышел чтобы воспрепятствовать тебе потому что путь твой не прав предо мною и ослица видев меня своротила от меня вот уже три раза если бы она не своротила от меня то я убил бы тебя а ее бы оставил бы живую и сказал влаам ангелу господню согрешил я ибо не знал что ты стоишь против меня на дороге и так если это неприятно в очах твоих то я возвращусь во своясь и вот такой вот эпизод очень интересно и не знаю кто слышал такое выражение про влааму ослицу но она уже несет и там некие свои смыслы когда бывает и могут и к людям применить или кинут обстоятельства сегодня я это не буду разбирать меня интересует сегодня веганская тема об отношении к животным и бога богом отношений бога к сотворенным к своему творению в частности к животным в частности к ослице и вообще что такое животные особенно животные высшие животные млекопитающие позвоночные которые по плоти и крови по всем внутренним органам по всей психики по всем органам чувств практически от человека неотличимы вот может быть изменены формы образы места там где у них сердце где легкие доходят они может там горизонтальному вертикально хотя есть животные вертикально ходящие те же самые обезьяны многие вот но они по-разному ходят но мог спокойно и на двух лапах тоже ходить и вот мы сегодня с вами об этом поговорим очень интересное место я хочу обратить внимание ну записывает ролик на радость конечно же веганам христианам ну и просто веганам и особенно к христианам веганам кто этими вопросами всеми интересуются тоже вот чтобы найти для себя какие то же еще еще очередные подтверждения того что животные есть высочайшие души сотворенные богом до которых нельзя ни в коем случае обижать и надо защищать и для труппажоров конечно же я покажу убийц труппажоров которые особенно христиане которые да все еще считает животных почему-то что их можно убивать там эксплуатировать вон бить и так далее да смотрите очень интересный момент если бы знаете то у труппажора была бы отмазка если бы здесь было знаете как написано давайте прочитаем по труппажорски и заговорил господь устами ослицы да тогда можно сказать господь говорит свалом устами ослицы нет смотрите как написано и отверст господь уста ослицы и она сказала флам слушайте настолько сильно вот одна фраза вы знаете как я умею читать писание выцепляя для вас выцеживая выделяя всегда самые важные интересные правильные моменты на которые в конкретном месте надо говорить в конкретном русле да сегодня так как мы тему веганство трогаем именно 28 стих является центром на сегодняшнего моего видео моей проповеди моего слова в защиту животных что год господь не не господь заговорил с валаамом голосом там или как будто от нее исходил или ну пусть ее устами нет написано что господь отверз уста ослицы и она сказала валааму что я тебе сделала не господь заговорил устами ослицы за что ты бьешь эту ослицу для этого и так ангел стоит да и он потом потом именно ангел так и сказал за что ты бил ослицу говорит они в третьем лице потому что он не в этой ослицы нет сначала диалог разворачивается между кем и уж уж кому кому в кого уж тогда к чему к чему все это было все как я всегда говорю все к чему все если этот театр одного актера или не одного актера в тех самых библиях бог устраивает но ангелы так стоит почему сразу не открылся тогда и все было по нормально в библии явление ангелов вы знаете постоянное явление ангелов людям постоянное явление кто ветхий завет со мной читал сам читал знает что это не редкие случаи ветхой истории и в новом но в новозаветной истории постоянно являются они виде людей есть на виде светлых образов зачастую это иногда просто виде людей сначала те кому не является их даже не узнают только потом по либо чудесному такому исчезновению что на их глазах он пропадает до либо там начинает светиться уже после этого доказывая того что он ангел пришел бог сначала они видятся людям как люди да и казалось бы уж чьими устами говорить богу с влаамом которого хочет обличить в неправильном действии и вернуть там назад и все прочее да почему господь бы действительно не говорить на устами ангела уж прямо хворить да или вот он и так получается послал своего ангела господь бог да чтобы тот вот обличил влаама ну что проще тут ангел мы видим что влаак и так только увидев его сразу все понял к чему вот это вот игра со слиц это игра актеров к чему если театр разыгран почему именно так нам описано события заметьте то есть поэтому поэтому фразе как нам описано в библии и отверст господь уста с лица то есть все что господь сделал это она дал ей возможность говорить человеческим языком но то что она произнесла это ее мысли ведь наше слово это выражение наших мыслей как и наши дела да мы что думаем то и делаем я захотел взять термос на листья чайку я это делаю до проявляя свою мысль в действии я захотел кому-то что-то сказать что захотел сказать да пойдем погуляем я беру и говорю звоню другу при пойдем погуляем да господь не 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 мысли ей вкладывает не говорит ее устами это раз первое вам сказал да не не мыслит за нее господь все что и делает отверзает уста и она начинает говорить с улама слушайте можно конечно это превратить все это вот ну кто в библии относится как муж какой-то детской сказки я хотя не думаю что среди моих слушателей конечно этот ролик может кто угодно попасть да есть те кто многие многие те кто вот так по детски библию воспринимает от конечно не так в библии конечно много всего навалом там всего да и добра и зла и перекосов разные стороны и действительно и детского языка и взрослого и божественного и человеческого чего там только нету вот и только действительно мудрец который стремится к познанию истину со временем способен все это распознавать до этому на конечно тоже учиться стремиться к этому развиваться заметьте как здесь сказано очень важно в библии господь просто отверзает еста просто дает и и наделяет неестественной способностью до говори с человеком на человеческом языке потому что мы разделены после грех падения если в раю человек безусловно понимал животных дату сейчас мы их не понимаем он не просто отверзает уста и она его спрашивает за что ты бьешь меня это тоже все очень важно и вот ослица начинает говорить саламом до после всего этого это очень знаете такой вот я говорю на радость веганам христианам конечно момент очередное для нас доказательство что действительно в животных души живые причем душа живая это уровень человека не зря в библии в первой главе когда описано сотворение неба и земли там нет никакого различия что земля и вода там до написано бог вложил эту силу рожать животных до природу птиц там все это да что человек сотворен душой живой написано да в него вдумано дыхание жизни это личность это я самосознание себя это очень важно хотя кто знает вот именно в этом же плейлисте веган по библии вы найдете моё видео псалом я уже забыл какой но там вы найдете где написано что и в животных есть вдуновение жизни божьей да так очень интересно это все тоже зачитывал показывал насколько все это здорово и отрадно для опознавших истину что бог есть абсолютная любовь что животные точно такие же как мы да и очень важно вот это все и заметьте ангел господень когда является открывается да бог открывать или глаза в ламу да то он открывает уста с лица теперь открываются глаза в лама и он видит ангелы перед собой что первое что говорит ему ангел ну казалось бы самое первое важно донести миссию какую с какой являлся-то до ангелов как с какой миссии он встает перед в ламу чтобы преградить ему путь чтобы он не шел проклинать израиля там благословлять моавитян на бойню да нет и еще раз по поводу знаете есть бред не в религиозных сектах православие каталицизм протестантизм и что якобы на эти вырвут опять какую-то фразу там из по из послания к евреям неизвестно какого автора здесь не то что я принять хочу она тоже неплохое вот нужно якобы и и все духи все ангелы божьи суть служебные духи и все оказывается они безвольные они служат богу исполняют каждый его приказ каприз там да все что угодно повеление это абсолютный бред я всегда на этот бред задаю вопрос любом кто так утверждает как-то допали они разве они поле не по свободной воле отреклись от бога это очень важно ангелы такие же как и мы просто чуть другой природы чуть другого тела не зря они являются тоже обратить внимание кому интересно мне такого сборного ролика нет это надо всю библию вычленить там все эти места я уж это когда бить читал я я когда читал библию по последовательная обращал на эти внимание места но я не стал выделять в какой-то огромный ролик или плейлист собирать все эти видео кто изучит этот вопрос во всей библии во все местах где являлись ангелы и людям они выглядели как люди это очень важно да без крыльев там без ничего тут картинка кстати достаточно в принципе соответствует реальность картинки бывают разные сейчас вот эту глянем да и вот это тоже не там ты что там свидетели и иоговы по-моему не иоговы там какие-то картинки беру я все картинки беру просто из поисковика по какой-то теме вот ищу по эпизоду я чисто на картинку смотрю я не знаю кому она принадлежит кто ее рисовал этом не собираюсь в это вникать для меня это я сам в нерелигиозный ну конечно не тычит они там религиозники не понимают что я свободный в христе вот там случайно попадают на мои видео я естественно иллюстрацию убирают для меня абсолютно неважно кто ее рисовал я смотрю на максимальное соответствие и тем событиям которые описаны текстом вот и все уж не о том что порой картинка еще и смысл там передает до какой-то глубокий вот и там какая-нибудь спорная картинка бывает там задним фоном что-то написано или как чуть ли не комикс когда вот так вот вы знаете все видели да вот и какие более-менее соответствуют какие яркие понятные назидательные которые хорошо видны четко рассматривание максимально объекты то есть есть мутный непонятные все там каша даю и хорошо так смотреть на значке на видео или вот на экране она не будет смотреться вот и чтобы хотя бы даже издалека все это воспринималось легко я такие выбираю вот и заметьте ведь ангел господень был паш по посланы к вала в кламму чтобы встать на его пути не для того чтобы за ослицу заступаться грубо говоря бог еще не знал что он будет бить ослицу да но вы понимаете о чем я говорю и ангел господень да но когда ангел не знал будет сворачивать в лам то есть ослица три раза или нет это тоже все очень важно до этого никто не знал и какой вам оставить то не знаю получше ну пусть вот поменьше тут текст просто есть и самый важный который мы разбираем вот это очень важно и ангел господень как вы думаете он волю божью исполняет ну да он исполняет волю божью но по его приказу нет ангелы божьи и так называемые бесы которые просто такие же ангелы но их называют их когда только не знаю откуда пошло их ангелы как стали называть там из древности есть ангелы есть падшие ангелы это ангелы потом и стали демонами бесами называть по понятному то ангелы ангелы неудобное такое название такое разделение было по крайней мере в писаниях в древних да вот и тут что ангел божий это же светлый ангел какой-то некий решил явиться до знаете все это детские фразы что там бог послал на самом деле мы кое-чего не понимаем тот мир который сейчас для нас не видим мир духов на самом деле там идет параллельная история как идет история человечества идет история английского мира мы единственно не можем всех этих тайна постигнуть сейчас как они там живут своей жизнью и как они же и они-то нас видят и в нашей жизни участвует а мы в их ней нет да это конечно для многих загадка и дело не в том что мы ее должны разгадать мы ее не должны разгадывать она откроется по времени и мы знаем что в книге откровения к сожалению как эту главу в очередной раз не извращает в 12 главе не зря перед битвой земной так скажем добра со злом будет битва на небе так называемым под небом там подразумевается вот этот невидимый нам мир да он такой же видимый он просто нам невидимый как для человека банально не видно что за стеной в соседней комнате происходит и там будет борьба и вот без главный сатана дьявол будет уже изгнаны с этого небес то есть он будет изгнан из невидимого мира он явится явно в видимом мире это очень важно и там треть бесов да именно тогда и вот царица антихрист а дьявол приобретет плоть это очевидно да он будет как написано сброшен на землю и горе земле да мы там все это читаем с вами это будет конечно удивительные времена в кавычках ну то что это вообще все произойдет вот ну и конечно же действительно горе живущим на земле ибо сатана сошел к ним да как бы вот так там все это написано здесь ангел чью волю выполнять ну то потому что он добро делать и обличает в ламу конечно исполняет более ложью божью если так косвенно говорить образно косвенно образно но на самом деле я ни в капельке не сомневаюсь что этот некий ангел который отдельная сущность ангела личности точно так же да он говорит о себе он увидев что происходит первым делом прежде чем рассказать зачем он вообще являлся да он почему действительно ослица была вынуждена уходить в сторону а в оконцовке вообще лечь не двигаться никуда не идти что он пришел его ему передать волю божью а на самом деле у нее все это на сердце было только он противился истине и шел обличать все равно все это да 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 шушёл проклинать израиля до благословлять мы ведь я на бойню но прежде всего что сделал ангел он обличил валаама в грехе чего же жестокости по отношению к ослице за что ты била с лицу твою вот уже три раза очень много об этом одна фраза дальше он говорит да я вышел чтобы воспрепятствовать тебя потому что путь твой не прав предо мной я с лица твоя видев меня своротил от меня вот уже три раза если бы она не своротил от меня то я убил бы тебе а я бы оставил живую как мы видим на самом деле в животных в основной массе понятно есть животные в которых и без и есть в том числе вселяются да они могут вред и людям причинять и животным другим ну хочется верить что основная масса животных все таки до небесноватая и действительно мы видим что слушать вот по этой фразе если вам кажется что я вот так знаете слишком серьезно все это разбираю а кто знает я всему этому верю доверяю в том плане доверяю не то что для меня библия слово божье а я в такие со мной самого и со мной были чудеса вот я в это абсолютно верю уж тем более я говорю про животных про тех самых да не зря я веган и вообще понять не могу труп ожоров которые я вообще не могу понять которые еще люди собственными руками убивают животных там не важно ради чего вот достаточно посмотреть любой собаки свинье корове даже таким как курица просто в глаза хотя чем меньше животное тем там такое ощущение что какой-то это души и выше и меньше насекомых такое ощущение что их вообще игры нету вот но уж высших животных так называемых в млекопитающих которые их не зря так назвали что они млекопитающие то есть не начали потом всю жизнь молоко питаются они мне питаются как не должны питаться и людям молоком там корове и козы или еще кого-то да мы же не питаемся потом молоком матери правильно что они взращиваются на молоке матери вот именно эти животные называются млекопитающими все кто млекопитающие действительно в них действительно есть живые души мы это это любому человеку в любой какой-нибудь кунице там которую ради меха убивает зверушки в этом в ней реально видна живая душа как она смотрит как она действует на нас эти глаза поводки отношение к человеку до насекомое не гладит человека да вот животное действительно и животные действительно мог по-доброму к человеку поступать могут обозлиться к одному могут по-доброму другому нет мухи кусает всех подряд именно это вот эти все насекомые почему вы знаете даже ролик записал что можно ли там убивать насекомых ты понимаешь что муха жрет всех кусает комар слепи него без разницы кто ты он не оценивает тебя как хорошего и плохого а животное действительно вот такие животные действительно оценивают они к одному могут плохо другому хорошо то есть мы видим что они распознают добро и зло нереально могут видеть хороших даже плохих людей со злым намерением человек этот идет или с добрым возможно они ведь какую-то даже больше именно вот эту вот ауру энергетику которая от нас исходит именно поэтому они там способны защищать ребенка от там какого взрослого человека нехорошего маленького беззащитного грудного младенца не потому что их так натренировали благо современного миру интернету сейчас столько всего реальных случаев запечатленных на камеру люди делятся этими историями реальными да когда животные действительно вообще посторонние какой дико как их называют в живущей природе какой-нибудь волк может защитить ребенка в лесу потерявшегося до вывести его к людям там и прочие прочие вещи где там воду упавших там дельфина наоборот выталкивают человека защищают от кого-то да и так далее вот все это понимать все это делают спасают животные сколько случаев уж на эту тему целый сборники сейчас роликов интересных есть может все это загуглить и увидеть там спасение и защита животными человека да уж там предостаточно вы найдете действительно удивительные необычные случаи вот один из таких неважно здесь мы видим как бы нам как бы описывается картина мы сразу созерцаем все это что ангела на вначале описано да скажем мы можем посмотреть но надо вдуматься и как все говорю погрузить в эту картину да едет в лам нас лицо он-то не видит действительно этого ангела с лица видит заметьте животные видят мир невидимый мир я говорю если они видят духа значит они видят энергетику которая тоже невидимо от нас там исходит и так далее это очень важно да и вот я говорю неужели для трупожоров вот такой один из случаев не показатель что вы убивая эксплуатира животных вы идете против воли божьей против любви против истины очень важно так что вот так вот я даже не знаю что тут еще особо наговорить хотелось муж кто-то никогда тоже не знает ну вот трупожором просто задуматься убийцам кого вы убиваете посмотрите на съездить куда-нибудь в любую деревню на любую скотобойню посмотреть просто в глаза свиньям коровам если вы их никогда сблизи не видели живой лошадей там ведь всех убивает у нас есть такой корой и конные фермы эти молока где нигде их там разводят и на мясо и на молоко дает этих вот чуть ли не за эксклюзив все это подают дают только кого только не можно вот убивают всех на свете всех этих млекопитающих всех убивает нас конины полно оленины все что только не есть тем больше все можно доставить любой край планеты вот посмотрите что вытворяет человечество разве ангел разве ослица собственным голосом не сказала ему за что ты бьешь меня мне больно я все ощущаю боль того я тебя спасаю а ты калаш матишь меня да вот но здесь конечно легко осудить валаама то нам это их убивает за что но не мы а вы убийство пожары я не убиваю так что вот так вот и за то что ангел за нее вступился тоже очень важно обличил да тут конечно в лам не прямо написано что покаялся в обоих грехах и сказал в лам ангелу господню согрешил я ибо не знал что ты стоишь против меня надо а нет чего я туплю то так момент я не сильно просто готовилась к этому ролику вспомнил господь на сердце положил единственной иллюстрации не был даже в этом моменте я картинку нашел страничку свою все эти тексты вы найдете на моем авторском христианском сайте христалюб.ру или христалюб.рф по-русски просто набираете добавил я иллюстрации значок для видео сделал вот записываю все правильно слушайте труп ажором да гвоздь в гроб их него их не адской жизни по убийству эксплуатации животных в ламы раскаивается ну понятно что вернее все правильно дальше он раскается в том что пошел проклинать я же не стал это зачитывать то там дальше идет естественно развитие событий но здесь тонкаец прямо в грехе бития ослицы согрешил я ибо не знал что ты стоишь против меня на дороге то есть я согрешил в том что бил ее потому что не знал что ты стоишь на дороге но тут не добавлено и она вот вот так вот себя ведет но я согрешил то что я ее бью то что слива он сейчас бы каялся это дальше будет я вам не буду даже крутить кому интересно дочитывайте сами дальше 22 главу ли вообще всю историю что там кому интересно там эта история с израильским народом по концовке прокляла нет там три раза будет все повторяться тоже вернее три раза там он тоже будет скажем не будет проклинать внутри раза будет ходить к этому мавку царёного будет уговаривать он будет все равно пытаться проклинать у нее там ничего не будет получаться в общем это другая уже история и сегодня не об этом нас веганская тема да здесь он прямо я не зря именно до этого момента правда дочитала дальше не стал читаю да тоже дальше идет разве действительно ангел начинает ему про это говорить именно уже про суть всего рад чего все это было вот но здесь действительно так как я вам и сказал смотрите речь ангела мы разделяем на две на две претензии на два обличения первое за что ты бил ослицу он ради этого не являлся ему да но это одно за другое потянуло и второе да я вышел против тебя за то что ты пошел вот против истины господь просто ему там являлся обличал его он пошел против истины мух варила вас не было откровение не ходить а он все равно пошел вот то не понимаешь по внутреннюю откровению помешь по внешнему да бог есть любовь приведет каждого покаянию и здесь он первое что он кается в том что он вот бьет это ослицу она кос хотела его спасти вот так вот очень важный момент а мы что делаем с животными они чё нам злого сделали ничего вообще 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 ничего она хоть и не исполнял его волю и ногу ему там прижала идти не хотела чтобы он там исполнил денежки под заработал мы убиваем всех этих животных то рад чего они нам чё плохого сделали ничего рать похоть просто калашматимых вот все трупажоры примените к себе за что вы убиваете животных ссылки на все эти девятую главу книги бытия на все эти вопросы у меня есть ответы принципе ролик закончил имеющие уши да услышит сердце не к не окаменелая да познает истину да вот но у кого мозгиный бикрейн вряд ли что-то поможет на моем канале есть непосредственно канал раздел веганство синие кружочки ты 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 чуть не подготовился есть раздел веганство прям и там вы знаете сколько вот уже 10 плей листов и в частности есть плейлист веган по библии вот он это будет уже 70 получается ролик все кого интересуют эти вопросы все кто понимает что без любви ко всему божьему творению животной частью которую является невозможно войти в царство любви иисуса христа милости прошу изучать этот вопрос все места в библии связанные с бегут с убийством эксплуатации животных что их надо любить они ненавидеть от первой главы где человек был создан веганским мир был создан веганским в том числе и животные вот до книги откровения все места какие есть вот сегодня очередной я постарался разобрать если я что-то упустил вы об этом знаете из какой-то место хотите чтобы я разобрал пишите в комментариях в личку куда хотите я обязательно это сделаю на этом у меня все я с вами прощаюсь до встречи в следующих видео кому нравятся мои видео подписывайтесь на канал кто не подписан жмите на колокольчик чтобы получать уведомления новых видео ну и ставьте лайки и поделитесь этими роликами этим роликом в частности в соцсетях уверен вашим друзьям знаком окружению будет это и либо интересно либо обличительно это это приведет и вас и их хоть на какую-то ступень познания истины все тексты как я сказал доступны на моем авторском христианском веганском сайте христолюб.ру ну или по-русски христолюб.рф набирайте не попадете соответственно ämän вот 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 Продолжение следует...